Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который можно видеть каждого. Поразительно, но Путин украл у России идеологию. То есть идеология была в Советском Союзе, это бесспорно. У Мао Цзэдуна она была, даже у Чаушеску она присутствовала. Идеология была, есть и будет в Америке. Причем неизменная. Вот с времен бостонского чаепития, с времен подписания Декларации Независимости, с времен отмены рабства идеология была, есть и будет. А сейчас в России идеологии нет. Ее просто нет. Она когда-то была извращенная, каструбатая, смешная, ржал весь мир. Там когда-то царя и отечество, там вера, там православие, царь, батюшка была. Была при Совке. Вот этот марксизм, ленинизм, сталинизм, шизофренизм. А путинизм – это отсутствие идеологии. Давайте вот в Америке. Свобода, там, ну, желание жить хорошей жизнью. Возможность разбогатеть, выучить своих детей. Комфортная, сытая жизнь. Опять-таки, ты можешь работать на общество. Ты можешь верить во что хочешь. Можешь выходить на любую демонстрацию. Ты вольный человек. Ты принадлежишь себе. У Путина идеология «ты принадлежишь Путину». То есть себе ты не принадлежишь. Ты принадлежишь себе только если ты уже принадлежишь Путину. Только принадлежа Путину, только в этом контексте ты принадлежишь себе. То есть никакой идеологии, там, построения справедливого общества. У коммунистов было хотя бы где-то в будущем. Вот была хотя бы какая-то конструкция, которая оправдывала жизнь в дерьме. Ну, потому что 20% россиян не имеют канализации. Вот они ходят в очковый туалет типа сортир. Ну, поэтому они у нас и пытались воровать унитазы. Ну, такая невидаль. То есть они в фильмах их видели, тут видели в реальной жизни. Просто в фильмах не объясняют, как им пользоваться. А здесь, вы понимаете, о чем я говорю. У них получается, что идеологии нет. Идеология какая? Ну, нагадить соседям? Вот что Россия делает такое, что весь мир бы этого хотел и им завидует? В Америке все, чему остальной мир завидует. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. У кого-то свое завидовать нечего. Ну, Монако, там, Лихтенштейн. У них все прекрасно. У них в Швейцарии они вообще не завидуют американцам. Потому что у них в Швейцарии все уже настолько хорошо. Я долго жил в Германии, там, на границе с Францией. Вот там Америки не завидуют. Ну, там все хорошо. В России нет ничего, что есть в Америке. А американцам нечему завидовать в России. То есть полезные ископаемые в Америке их больше. Просторы в Америке их больше. Потому что мест, где можно жить, жить людям в Америке больше. Там 80% Америки пригодны для жилья. В России 80% непригодны. Чему завидовать? При этом Россия, главное идеологическое вот это скрепо, это конструбатое слово, что весь мир России завидует. Вот вопрос к чему? Смотрите, я уже давно говорил, нет ничего из бытовых предметов. Вот посмотрите на меня. Вот все, что у нас с вами в домах, это изобретенное не в России. То есть там шариковая ручка, самолет, стиральная машина, обои, там компьютер, телефон, электричество, железная дорога. Все, что есть у цивилизации, это изобретено не в России. Опять, Россия не имеет и в Советском Союзе никакого отношения к изобретению спутника или полету в космос. Вернер фон Браун, вот кто все это придумал. Все. То есть это технологии, опять-таки, иногда купленные, как автомобиль Фиат, который называется Жигули, это купили целый завод комплектного оборудования. Там ноль, ноль советской мысли научной, ноль, купили готовое. Да, забрали идеи Вернера фон Брауна, поперлись там на заводы Фау-2, из ракеты Фау-2 слепили первый спутник. Американцы, кстати, тоже воспользовались вот с Фау-2. Опять, советскую атомную бомбу, я уже не один раз говорил, загуглите, сделал немецкий физик фон Орденне, штандартенфюрер, имел такое вот звание, прекрасно. То есть получается, что страна, которая не сделала ничего, просто комплексует по этому поводу. Россиянам обидно, что никто им не завидует. Но где-то же они понимают, что завидовать нечему. И поэтому, когда они понимают, что уже никто не будет им завидовать, у них последняя надежда, а может быть, тогда нас будут бояться. Вот это последнее, что они еще надеются сделать. Что их любить не будут, завидовать не будут, восхищаться не будут. Да, будут ржать, будут ненавидеть. Ну хотя бы бояться вы нас можете, клянчит Путин. Он уже конючит. Вот эти все, эти россиянцы, они уже плачут. Они понимают, что ни уважения, ни любви. И руки, руки растут из задницы. Все каструбата, из рук падает. Йотафон, Йомобиль, Рогозинский космос. Там это, господи, Керешкова, Мизулина. Конкурс красавец, черт побери. Там Симоньян с этой Скобеевой. Ну, на финише хочу вспомнить воспоминания своего детства. Когда у меня было, ну не детство, юности, скорее молодости. Мне было 25 лет. Я впервые тогда еще из Советского Союза приехал в Соединенные Штаты. Город Лос-Анджелес. Я там выиграл большой международный конкурс. Все-таки у меня первое образование. Все-таки художник-график, иллюстрация книг. Одно из моих любимых занятий на тот момент. И меня поверили в кафе мороженое. У нас просто в 25 лет вкусовые рецепторы развиты намного лучше, чем у нас же, но уже под 60. Поэтому вот я как раз перед этим дня за 4-5, наверное, до этого поел советского мороженого. Оно было все одинаковое. Что в Киеве, что в Ленинграде, что в Москве. Рецепт один. Гост один. Советское мороженое. Меня привели в кафе Хагендац, где там 26 или 36 видов мороженого. И тогда я попробовал мороженое. Я понял, что нам продавали охлажденное дерьмо, которое называлось «лучшее в мире советское мороженое». Так вот, охлажденное или разгоряченное, украшенное или воспетое в легендах дерьмо имперское всегда было, есть и будет дерьмом. Как его не продавай, как не упаковывать. Вот чем его не посыпай, как не рекламируй, имперское дерьмо всегда останется дерьмом. А вы напишите, что думаете по этому поводу. Распространяйте правдивую информацию в соцсетях. У нас украли свободу слова единым марафоном. И поэтому мы с вами восполняем пробелы. Подпишитесь на мой канал. А победа, друзья мои, в этой страшной войне все равно обязательно будет за нами с помощью всего мира и нашей доблестной армии. Победа будет потому, что за каждым из нас персонально не за шумей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова